и сейчас у нас с вами третье занятие и первая часть третьего занятия это теория про эфирное масло чайного дерева с вами елена голубева и сегодня с удовольствием расскажу вам про одно из своих любимейших масел эфирных почему потому что это масло действительно подходит на все случаи жизни его можно использовать практически в очень многих случаях да и для детей для взрослых и это масло недаром получила статус достойный статус нахождения нашем наборе семейная аптечка именно семейная потому что это масло которое подходит для всех t3 чайное дерево мелалиука альтернифолия это латинское название данного масла произрастает данное растение из которого производится эфирное масло чайного дерева в австралии но наверняка многим знаком аромат чайного дерева к кому он не знаком обязательно с ним познакомьтесь он очень специфический среди моих знакомых очень многие его не воспринимают и на это есть свои причины потому что это тоже своего рода арома диагностика насколько нам то или иное эфирное масло нравится или не нравится но если говорить в целом какой же аромат у этого масла то это травянистый зеленый но опять таки для меня он чисто специфический и насколько бы его не воспринимали по аромату другие люди для меня этот аромат он как-то он несет какую-то благость благо лично для меня и я его использую уже на протяжении вот практически как пришла в ароматерапии 24 года неизменно это один из тех ароматов которые я все время люблю использовать наверное потому что это аромат предназначен для трудоголиков людей которые постоянно умственно работают занят умственным трудом а я действительно человек который постоянно задействует ментал ум и вот поэтому этот аромат мне постоянно нравится эфирное масло производится из листьев растения чайного дерева и вот на слайде вы видите маркировку буквы эй-ти-эн латинские которые означают каким образом данное масло можно принимать в жизни то есть а это ароматическое или ингаляционное воздействие это вдыхание эфирного масла чайного дерева для избавления от кашля мокроты это очень сильно антисептик оказывает бактерицидное действие и используется для поддержания общего здоровья и очищения воздуха в закрытых помещениях то есть это масло хорошо использовать в аромодиффузоре везде где нужно поменять воздух в пространстве в помещении где люди болеют кашляют да и являются разносчиками гриппа наружное применение чайного дерева очень интересное это масло которое во первых можно фактически одно наверное из эфирных или единственный из эфирных масел которые можно разбавлять использовать неразбавленном виде и оно имеет очень хороший подсушивающий эффект да особенно в косметологии особенно для людей у которых бывают какие-то высыпания особенно для подросток подростков это масло снимает раздражение кожи усиливает защиту кожи защиту ног и ногтей от грибковых инфекций и это одно из так также главных свойств данного эфирного масла и в целом активные вещества которые входят состав этого масла это терпенены в основном да и состав масла чайного дерева входит более 100 производных терпенов терпены это химические соединения углеводороды молекулы которых состоит из атомов двух элементов углерода и водорода и отвечает за антимикробную функцию да а при ранках и ожогах при даже фурункалах они подсуживают кожу и оказывают вяжущее действие терпенен 4 0 а на микроорганизма в среднем в 13 раз более сильное чем у чистого синтетического фенола который в прошлом широко использовался как антисептик в отличие от фенола вызывающего ожоги на кожу человека выделенный из масла чайного дерева терпенон терпенен 4 о л практически не раздражает даже чувствительную кожу то есть фактически эти химические соединения и придают этому эфирному маслу такие возможности что при нанесении на кожу даже не разбавленном виде оно не выживание не вызывает ожога история масло чайного и вообще чайного дерева очень интересна не масло именно на растения несколько тысяч лет назад аборигены австралии и новой зеландии использовали свойства листьев и веток различных видов чайного дерева а в европе чайное дерево впервые упоминается в конце 18 века в англии известный путешественник джеймс кук побывав в австралии со своей экспедиции привез в европу рецепты местных аборигенов это лечение соком листьев удивительного дерева также изготовление отваров и настоев официальная наука в 1925 году вплотную приступила к исследованию лечебных свойств чайного дерева и тогда же была совершена первая попытка дисцелляции в целях получения эфирного масла из листьев чайного дерева и сразу после этого появились первые описания антисептического бактерицидного и противогрибкового воздействия масла и масло чайного дерева стало очень быстро альтернативой распространенному тогда фенолу как средству дезинфекции при операциях и скорой медицинской помощи до начала второй войны масло чайного дерева применялось во всех областях медицины а также в быту как природный антибиотик без побочных эффектов и во время войны каждый военнослужащий союзнических сил получал аптечку в виде флакончика масла чайного дерева для использования в различных повседневных ситуациях от укосов насекомых ушибов шрамов порезов воспаление десен и так далее с распространением пенициллина в 1940 году масло чайного дерева практически полностью придали забвению в 1970 году из-за роста проблем невосприимчивости к антибиотикам а также благодаря интересу к эффективным натуральным средствам которые не имеют побочных эффектов масло чайного дерева было заново открыто человечеством и с 2000 с 2000 года по 2013 год по всему миру было проведено более 1300 исследований свойств масла чайного дерева и по сей день естественно эти исследования проводятся дальше и не только по поводу эфирного масла чайного дерева но и относительно других эфирных масел и в целом ароматерапии поэтому каждый раз мы получаем какие-то новые эфирные масла производится новая информация появляется от ведущих брендов ведущих специалистов которые занимаются производством эфирных масел один из таких специалистов это конечно же компания до террас которой мы работаем и по одной из версий чайное дерево почему его так назвали чайным его назвали впервые члены экипажа джеймса кука приехав в гости к аборигенам моряки увидели как те заваривают листья точно так же как они заваривают чай и вторая история происхождения этого названия связаны с коричневым с коричневым деревом это один из водоемов с коричневым озером это один из водоемов на территории материка австралийского по его берегам густо растет мелалиука считается что попавшие воду листья придают воде насыщенный темный цвет цвет чайной заварки основные свойства масла чайного дерева да это конечно же бактерицидные антисептические свойства которые и распространяются на все сферы где применяется масло чайного дерева косметология стоматология усиление иммунитета в целом масло чайного дерева хорошо очищает и оздоравливает кожу нашего лица тела ногтей поддерживает здоровый цвет лица укрепляет иммунитет защищает от вредного воздействия окружающей среды является успокаивающим средством при кожных раздражениях очищает и освежает воздух поддерживает здоровое функционирование иммунной системы и защищает от негативного воздействия окружающей среды в том числе от сезонных респираторных заболеваний в целом масло чайного дерева обладает антибактериальным антивирусным противогрибковым действием обладает иммуностимулирующим воздействием помогает восстановиться после изнурительных и хронических заболеваний обладает заживляющими успокаивающими и обеззараживающими свойствами также масло чайного дерева справляется с стоматологическими проблемами например запах изо рта налет воспаление кровоточивость десен боль оккупирует симптомы пищевых отравлений оптимизирует работу желудка и кишечника устраняет циститы и воспаления мочи владящих путей и оказывает антибактериальное воздействие на слизистые половых органов также регулирует секрецию является природным радиопротектором и анти канцерогеном косметологии масло чайного дерева используется как в чистом виде как эфирное масло также его можно использовать составе различных кремов тоников лосьонов и сейчас очень много продукции производится различными брендами где масло естественно уже находится в составе но мы сами тоже можем использовать натуральное эфирное масло компании дотера и самостоятельно делать какие-то тоники добавлять в органические крема и таким образом снимать какие-то воспаления да если есть какие-то воспалительные процессы на эпидермисы если есть сыпь герпес дерматита всяких разных происхождений застойные воспаления экземы и одновременно масло чайного дерева способствует устранению отечности также и на лице избавляет от излишней жирности и блеска да то есть если жирная кожа лица если кожа лица комбинированная и она не только жирнится но и еще и лоснится то есть очень сильный идет процесс закупорки да этих пор то есть соответственно не происходит клеточный метаболизм да чем много шлаков находится внутри кожи лица и это создает определенную отечность на коже лица и благодаря активным изменениям структуры эпидермиса чайное дерево меняет рельеф кожи и восстанавливает ее после повреждений после утолщений новообразований также помогает избавиться от бородавок и также улучшает кожу лица когда допустим подросток или человек более взрослого возраста постоянно выдавливает прыщи да что какие-то производят манипуляции с лицом и соответственно лицо со временем начинают выглядеть не самым лучшим образом чайное дерево помогает лицо как-то собрать и сделать рельеф структуру кожи лица более упругой красивой и без отечности любые прыщи фурунколы бородавки акне успешно лечатся маслом чайного дерева его эффект основан на том что оно отторгает пораженную ткань и стимулирует рост здоровых клеток кожи масло чайного дерева успешно используется при лечении грибковых заболеваний как кожи так и ногтей и соответственно как я уже сказала используется для лечения не только проблемной кожи но и комбинированной и жирной кожи лица очень интенсивно масло чайного дерева используется для улучшения структуры волос но как укрепляет волосы так их и восстанавливает восстанавливает структуру волос здесь его можно использовать тоже желательно в органических шампунях бальзамах или же делать какие-то домашние маски и туда добавлять масло чайного дерева если у вас перхоть сиборея псориаз зуд кожи головы волосы выпадают утончаются и вам именно нужно направить лечение на структуру на восстановление волос и соответственно после определенного времени вы заметите что волосы растут быстрее становятся менее жирными если они были жирные и обретают вот ту потерянную пластичность эластичность шелковитость и гладкость это вот тоже специфика работы масло чайного дерева очень эффективно масло чайного дерева используется для интимной гигиены если есть особенно молочница да многие женщины страдают молочницей чайное дерево можно использовать для дезинфекции воздуха для особенно если такой межсезонный период все начинают болеть идет распространение вирусов и инфекций также особенно летом если вы находитесь где-то где есть насекомые которые кусают вас да там какие-то комары то есть масло чайного дерева будет вас спасать но и стоматологии масло чайного дерева используется для дезинфекции особенно после врачебных манипуляций стоматологических операций заживление ран после удаления зуба лечение десен и ран слизистой ротовой полости чайное дерево будучи мощным антисептиком выводит с потом токсины из организма а благодаря своим фунгицидным свойствам лечат вагинальную молочницу и инфекцию половых органов вытягивает гной из инфицированных ран нарывов и карбонкулов и теперь самая интересная тема это психоэмоциональное воздействие на нас масло чайного дерева как я уже сказала это очень сильный антисептик да обладает бактерицидными свойствами во многих сферах нашей жизни но что касается эмоционального плана психоэмоциональной сферы нашей то здесь масло чайного дерева является действительно антисептиком их наших эмоций потому что это масло избавляет нас от заблуждений иллюзий навязчивых страхов идей паники и особенно истерических реакций и это масло подходит для тех кто хочет получить больше самостоятельности с какой-то вот свободы внутренней и утвердиться своей самодостаточность особенно люди которые ну например очень долгое время живут с родителями никак не могут сепарироваться да и как будто бы вроде они свободны но внутри они чувствуют что они не свободны или же на работе где вроде бы они свободны до делать какие-то действия но при этом у них есть руководитель директор и это тоже на своего рода всегда ограничение какое-то да вот особенно ну на внутреннем уровне и это масло очень хорошо как раз таки помогает прорабатывать эти сферы способствует принятию рациональных решений смелым поступком и работоспособности также помогает противостоять негативным влиянием агрессии оказывает защищающее воздействие это одно из тех масел который тоже можно использовать как и масло смесь онгард для определения своих личных границ здоровых границ это масло которое активизирует мыслительные процессы и восприятие стимулирующая память масса чайного дерева является очень хорошим адаптогеном а мы знаем с вами что адаптоген это то масло который помогает нам адаптироваться в каких-то новых условиях также как аромат мяты который мы с вами на занятии втором изучали да это тоже очень сильно адаптоген и вот масло чайного дерева помогает нам адаптироваться как в каких-то сложных ситуациях новых для нас ситуациях с которыми мы до этого никогда не в эмоциональном плане не в каком-то социальном может быть плане не встречались и для нас даже ту реакцию которую мы хотим дать например как-то отреагировать на какую-либо ситуацию или задачу это тоже для нас является новым и мы не знаем как да как адаптироваться к этой ситуации также это масло можно использовать как адаптоген для людей с неустойчивой психикой неуверенных в себе в своих силах которые крайне болезненно и очень глубоко воспринимают любые мелкие неприятности какие-то слова в свой адрес или может быть для людей которые для которых тема созависимости очень актуальна да то есть они все время созависимым с какими-то людьми с членами семьи с друзьями да то есть вот нет у них той свободы самостоятельности о которых я вот сейчас в предыдущем слайде говорила и запах испарения эфирного масла чайного дерева обладает седативным свойством способствует повышению стрессоустойчивости препятствует развитию депрессии и позволяет сохранять спокойствие и принимать правильное решение в самых сложных жизненных ситуаций это масло вот я вначале говорила о том почему я его так люблю потому что на протяжении вот уже двадцати почти пяти лет это то масло которое я без каких-либо качелей воспринимаю всегда одинаково да то есть эфирные масла которым ты возвращаешься потом уходишь то есть они тебе нужны периодически а вот это масло я его люблю постоянно это не значит что я каждый день его использую да но его аромат в принципе для меня приятен всегда и я понимала почему потому что буквально вот свои 18-19 я пришла в ароматерапию это как раз совпало с периодом поступления в институт дальше второй университет дальше работа еще то есть постоянно я даже сегодня я постоянно нахожусь вот в таких ментальных процессах в проектах то есть этот человек который постоянно находится в идеях создает что-то и иногда особенно когда я работала на кого-то на директора да в найме это вообще было очень сложно потому что пока там не завершишь какие-то рабочие процессы просто ну могла оставаться сверхурочно и не уходить потому что вот это вот состояние перфекционизма и порой я выходи приходила домой и я понимала что это масло оно мой спаситель потому что мало того что очень много рабочих процессов еще были процессы эмоциональные которые вытягивали из тебя это эмоциональные силы энергетические силы потому что разные люди разные требования разное эмоциональное состояние у работников у коллег и соответственно когда ты по 9 10 часов работаешь с одними теми же людьми да особенно в компании которая естественно занимает определенную нишу до в твоем городе в твоей стране то есть это требует очень большой отдачи порой вот ты приходишь домой в девять десять вечера и буквально понимаешь что ты выжито и на физическом уровне на эмоциональном уровне и вот тут меня всегда лично спасала масло и чайного дерева потому что она буквально меня вытягивала она устраняла во мне даже просто при вдыхании все вот эти вот состояние когда ты отдаешь свою энергию неосознанно кому-то другому да и на следующее утро я буквально как будто бы была заново рождена то что мои силы они ко мне возвращались и вот возвращаясь к рабочим процессам да очень важно сказать что это масло очень хорошо подходит людям которые постоянно работают войти сфере над проектами которые постоянно работают с компьютером да и это такие долгосрочные проекты когда ты не можешь оторваться там месяц-два постоянно в этом процессе или например подростки или даже взрослые люди которые готовятся к экзаменам и да и они должны их сдать и это тоже вытягивает очень много силы и как бы казалось уже что вот все брошу так что уже больше не могу здесь обязательно всегда используйте масло чайного дерева как адаптагент потому что он поможет вам в этих ситуациях хронической усталости сонливости да когда вы очень сильно заняты интеллектуальным трудом то есть оно вас и приободрит и вернет вашу энергию которую вы растратили да и поможет вам также усилить вашу умственную работоспособность фокус внимания концентрацию внимания повысит эффективность восприятия обработки и запоминания информации то есть по сути это масло также еще и улучшает вашу память и да вот как раз таки третий слайд по психоэмоциональным энергетическим свойствам масла чайного дерева еще раз хочу сказать что да везде все ситуации когда вы самостоятельно или с терапевтом психологом прорабатываете созависимые отношения паразитические токсичные отношения когда допустим эти токсичные отношения могут быть и в рабочей среде и дома и это все про то что когда вот в нашем поле появляются в нашем пространстве токсичные люди это о том что мы не можем не научились выстраивать свои здоровые энергетические границы то есть они у нас слабые поэтому появляются такие токсичные люди которые могут словом действием да просто взглядом высасывать из нас эти вот энергетические ресурсы и вот в таких случаях да масло чайного дерева оно помогает почему потому что просто даже вдыхание этого аромата оно масло же воздействует на лимбическую систему там где у нас наши какие-то травмирующие ситуации в мозге сидят какие-то эмоциональные наши состояния и она начинает аромат этого масла начинает прорабатывать все то что у вас тонко все то что у вас не проработанной вот когда вы с ним очень много лет взаимодействуете вдыхаете используете варума вани варум диффузории с медитацией соответственно вы начинаете осознавать что у вас меньше токсичных людей в вашем пространстве вы как будто бы начали более крепче лучше отстаивать создавать свои личностные границы да то есть вот эти эффекты вы будете замечать вот поэтому аромат чайного дерева в любом использовании помогает людям в практиках очищения избавления токсичного мусора да то есть когда мы не сливаем свою энергию время не позволяем другим разрушать свои границы обесценивать вот кстати еще один момент обесценивать себя брать на себя чужие проблемы да спасать всех это тоже все элементы созависимых и токсичных отношений вот ну и также когда вы это все прорабатываете вы начинаете создавать отношения рабочие какие-то личностные партнерские на основ основании взаимоуважения и здоровых границ вот как можно использовать еще это масло можно его наносить на подошвы или на темя делать самомассаж распылять пульверизаторы дома сейчас мы с вами дальше на уже в разделе домашнего задания все эти рецепты очень подробно разберем до конца